У нас снова хорошая погода, и мы берем моцаки на прокат. И сегодня я тоже беру себе моцак. Маленький, красивенький, красненький. Вот она! Вот она, вот она, вот она! С некоторой долей усилий торт влез в багажник моего лакшери моцака сегодняшнего. Так, ну мы уже дошли до того, что нам приспичило взять собаку с собой до гаража доехать. Тут ехать, наверное, километр-полтора, и у нас есть переноска. Ну, залезай! А, так, шлем. Сейчас нам нужно как-то доехать с Трампом. Машин немного. Будем надеяться, что все будет хорошо. Перчатки? Да. Пищи. Трамп, ты на мотоцикле сейчас поедешь, ты понимаешь? Вон, если он там нигде не может открыться? Нет. Трамп, молодец. Сейчас поедешь, джун-джун-джун. Только хвостик торчит. Тут через весь город практически от нашего дома, через весь наш район, да, от нашего дома, через наш дом, можно так сказать, в сторону Юрмалы и в другую сторону, в сторону моря офигенская новая пешеходная дорожка и велодорожка. Как они так дублируют друг друга, там, сзади меня, даже размечены. И народ очень ответственно ходит по дорожке и ездит по вело ее части. Вот, и тут сделали, вот у нас прям рядом с домом, получается, сделали для этого всего карту маршрута. В общем, со всеми достопримечательностями все нарисовано. В общем, это очень круто и удобно. Главное, удобно, что можно на велике доехать прямо до моря. Для этого есть специальная отдельная дорожка. В общем, все круто. Завтра поедем туда на мотоцикле и погуляем. Почти все уже потухли свечки, но тут вот в память погибшим солдатам целая куча свечек. Это, кстати, то место, пятачок с пятью флагами, про который я вчера в видео рассказывала, когда говорила, что очень много флагов. Вот он, этот пятачок. И вчера люди тут как раз, наверное, эти свечки и ставили. Здесь прям дофига, дофига. Всем привет, Олечки. У нас сегодня второй день выходных, воскресенье. Мы идем за... Я за мопедом. Ник идет за своим зеленым мотоциклом под названием Ниндзя. Вот, мы собираемся поехать в сторону моря вдоль велодорожки. Там старый замок заброшенный. Ну, точнее, не замок, как говорит Ник, а то, что от него осталось. Но все равно хочется посмотреть, как это выглядит. Мы берем с собой Трампа. Я даже взяла его сумку. Вот. Так что у нас сегодня будет путешествие. Мотоциклы и мопеды у нас до трех часов дня. Осталось немного. Я сегодня на удивление. На удивление проспала просто как сурок. Меня Ник разбудил в полдвенадцатого. И то, что вообще он встал раньше меня, это что-то новое. Такого еще не было. Видимо, что-то я как-то ухандокалась за последние дни. Или вчерашний день на мопеде целый день. Я, наверное, проэмоционировала. И мозгу надо было восстановиться хорошенечко. Поэтому он решил спать. Вот они мои мальчуши. Гуляют. Оп. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Снова взяли Трампа с собой. Прицепили его еще на всякий случай двойным замком, двойным лещом. Вот так он даже чуть-чуть на заднем кресле на пассажирском сидит. Сейчас поедем в сторону моря и к замку. Так, собака успешно доехал. И выпускается на волю. Трампфи, ты как? Ты рад? Как твое моральное состояние? По-моему, все равно. Как обычно, пошел писать. Со средневековья был замок, который охранял вход в Долгау со стороны моря. Вот это замок, да? Сам? То есть мы, получается, как бы в кремлевскую стену зашли? Внутри крепости. А дальше это внутри крепостные постройки. Тут, как обычно, ну, сколько-то сооружений. Тут летом... Летом тут, наверное, классно все зелененько. Ну, вот с точки зрения того, чтобы здесь уделять только и так. То есть какой-то исторической ценности здесь особо нет. Поэтому и вход бесплатный. Было бы хоть что-то, брали бы деньги. Ну да, логично, как везде. Но в целом так прикольно, можно бы ходить. Такое это... Это церковь, да? Остатки церкви? Да. Именно остатки. Так, аж чей так... Ну, там, наверное, уже небезопасно лазить-то. Да, там закрыто. Ух ты. Ну, вот так. Вот всегда, когда захожу в такие руины, ну, вообще в любые руины, они какие-то необычные, не как панельные современные дома или высотные современные дома. Мне каждый раз хочется найти какой-нибудь фонд, который захочет это восстановить. Потому что я в своей голове сразу же представляю, как это было изначально красиво. И как это могло бы быть. Потому что, вот представляете, сзади меня вот эта вот церковь. Ее восстановить. Здесь опять сделать дорожки целые. Хотя, в принципе, неплохо асфальтированные. Ну, вот если все эти здания... Посмотрите, какая сзади красивая стена. Там вот еще домик какой-то есть. Но он уже, наверное, более современный. Но стена вообще, конечно, потрясающая. Она кирпичная вся, с какими-то арками. И если вот это все, конечно, привести в божеский вид, и как это может выглядеть, конечно, может быть потрясающе. Потрясающе красиво. О, мы зашли внутрь. Крепостной, получается, стены. Ну, здесь какие-то помещения. Ой, собачка. Привет. Такие красивые галереи. Да, здесь, наверное, прям нормально люди жили. Вот выход из крепостной стены и вид на церковь. Ух ты! А там какой-то проходик. Пойдемте-ка туда. Тут прям такой пьедестал. Здесь как будто готические дискотеки, наверное, может устраивали когда-нибудь. А с другой стороны стены вон выход к реке. Что, купаться не пойдешь? Не хочешь купаться, Трампи? Да, слушай, прикольно. Да, здесь можно... Как это называется? Когда пульками стреляются. Бегают, забыла. Ну, типа, не пейнбол, а страйкбол его. Да, страйкбол, наверное, тут круто играть. Ну, это вроде как историческое место. Ну, не знаю. Вот у нас снаружи эта стена. И да, пойдем. Тут нормально так жили люди. И народу тут дофига, кстати, гуляют. Ну, а летом здесь, наверное, вообще круто. А тут вот мы выбрались наверх. И по периметру крепости, получается, есть насыпь и тропинка, по которой мы идем. Она не сильно выше, чем все сооружения, но все равно чуть-чуть сверху можно посмотреть. Вон дальше краны и море заберем. Ага. Вот тут, сколько там, вдалеке баржа идет. И она выходит уже в море. Получается, за этими лесочками, где кран, уже море. Лебеди, офигеть! Два красивых лебедя. Поскакал. Гурный козел. Трампи! Он охотится на лебедях? Нет, на что-то другое он там охотится. Не знаю, скачет, как чумачечий в траве в этой сухой. Чтобы не свалился, но потом доставать его оттуда будет проблематично. Да, и холодно. Трампи, иди к нам. Запутался? Нет, вроде бы. Мужчай ловит? Я не знаю, кого он там ловит. Вот, немножко с другой стороны. С верхней насыпи вид на крепость. Какой-то впереди прям совсем в печальном виде здание. Блин, посмотрите, какой толщины стены просто. То ли кирпич, то ли кирпич и камень. В общем, вау, постройка была. Тут летом вроде как люди приезжают на пикник. И, наверное, здесь очень круто, потому что прям совсем все зелено, зелено. Здесь все-таки это кирпичное здание. Просто кирпич не современный, идеально ровненький, а вот такой разный. Но толщина, конечно, бешеная. Просто ее не взять, эту крепость. Ну вот заправились на 10.72. 6.3 у Ника. Оставшееся все мое. Цена за литр 1.814. Ну, цена пока не меняется. Двое выходных.